Добрый день, дорогие друзья, сегодня я расскажу вам об Олеге Табакове, советском и российском актере, режиссере и педагоге, актере озвучивания. Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей, после войны глава семейства вернулся домой, но вскоре после этого они с женой разошлись, это стало огромным ударом для Олега. Табаков учился в школе и решающие влияние на выбор профессии оказали занятия в 1950-1953 годах в театральном кружке «Молодая гвардия Саратовского дворца пионеров и школьников». В 1953 году Олег Табаков окончил школу и поступил в школу-студию МХАТ, он был одним из лучших студентов. Обучаясь там на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кино в фильме «Тугой узел». В 1957 году под крышей школы студии МХАТ Олег Ефремов создал студию молодых актеров, преобразовавшуюся впоследствии в театр «Современник». Ефремов оказал большое влияние на окончательное профессиональное становление актера. С 1957 по 1983 год Олег Табаков был ведущим артистом «Современника». В 1968 году по приглашению театра Чиногерный клуб сыграл в Праге свою самую любимую роль, это был Хлестаков в спектакле «Ревизор». Оглушительный успех 33-летнего артиста за рубежом окончательно утвердил его звездный статус среди театральных мастеров международного класса. На рубеже 50-х и 60-х о талантливых актерах театра «Современник» знала вся Москва. А поистине народную славу Табаков приобрел после выхода в 1960 году на экраны двух картин подряд — драмы «Люди на мосту» и остросюжетные картины «Испытательный срок». Вскоре на экраны вышел фильм «Молода Зелена». Многие сомневались, что Табаков с его юношеской внешностью сможет убедительно сыграть бригадира и депутата Бабушкина. Но ему это мастерски удалось, и следом его утвердили на роль лейтенанта Крутикова из «Живых и мертвых» — первая отрицательная роль в фильмографии Табакова. В 1973 году Олегу Табакову досталась роль эсэсовского генерала Шелленберга в 17 мгновений весны, после чего его начали узнавать и за пределами Советского Союза. В 1976 году актер вновь проявил свой комедийный талант в «Двенадцати стульях». В эпопее о похождениях героев Андрея Миронова и Анатолия Попанова он сыграл застенчивого завхоза «Воришку». Через год зрители по достоинству оценили его исполнение короля Людовика XIII в мюзикле «Де Артаньян и три мушкетера», в котором собрался воистину звездный состав. Четыре года спустя Никита Михалков представил драму «Неоконченная пьеса» для механического пианино по мотивам чеховских рассказов. В том же году Табакову присудили звание заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м свет увидела другая картина Михалкова с Табаковым в главной роли «Несколько дней из жизни Обломова», которая получила зрительский успех за пределами страны, собрала премии международных фестивалей и «Десять дней» демонстрировалась в Нью-Йоркском кинотеатре с непременным аншлагом. Олег Табаков был одним из наиболее востребованных и известных артистов советского и российского кинематографа. За всю свою актерскую карьеру он снялся более чем в 120-ти картинах. Наибольшую известность принесли также роли в фильмах «Шумный день», «Война и мир», «Мэри Поппинс», «До свидания», «Человек с бульвара капуцинов». Кроме того, популярность принесла и озвучка мультфильмов, наиболее известный из которых был трое из «Простоквашина», «Кот Матроскин». После развала СССР Олег Павлович продолжал сниматься в кино, Ширли Мэрле, внучка президента, сирота Казанская, он регулярно выходил на сцену, но большую часть времени у него отнимало преподавание актерского искусства молодому поколению. В 1986-2000 годах Табаков был ректором школы-студии МХАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал летнюю школу имени Станиславского в Бостоне, США. В 2001 году он был назначен художественным руководителем МХАТ имени Чехова. Первая жена Людмила Крылова, актриса, сын Антон, актер и ресторатор, дочь Александра, актриса, радиоведущая, телеведущая. Вторая жена Марина Зудина, актриса. Они начали встречаться за 10 лет до брака, когда Марина была студенткой, а он был женат. Сын Павел, актер, дочь Мария. Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в результате сердечного приступа на 83-м году жизни. Олег Табаков — народный артист СССР. Ему присуждена государственная премия СССР в области театрального искусства, за спектакль «Обыкновенная история» в Московском театре «Современник». Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Дорогие друзья, огромное всем вам спасибо за поддержку и внимание к моим работам. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...